Нефть пытается завершить ростом третью неделю подряд. С понедельника Brent подорожала почти на 3%. Котировка WTI набрала 13% от своей стоимости. Цены были поддержаны решением Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в день. Рубль вырос в начале дня на фоне одномесячных максимумов нефти и сигналов на восстановление промышленности в Китае. Общие усилия участников сделки по сокращению нефти должны привести к историческому снижению мировых поставок нефти в мае на 12 млн баррелей. Если все пойдет по плану, показатель достигнет 88 млн баррелей в сутки или минимальной отметки за последние 9 лет. Такой подсчет сделали в Международном энергетическом агентстве. Ведомство улучшило прогноз спроса на углеводороды во втором квартале и озвученные цифры приободрили инвесторов. На рынке наблюдается осторожный оптимизм. Настроения вполне могут испортить негативные новости, в том числе о коронавирусе. К тому же оценки спроса неустойчивы. Трейдеры продолжают наблюдать за постепенным снятием карантинных мер в разных странах и надеются на восстановление спроса и предложения на рынке уже в ближайшее время. Brent на ранних торгах уходила выше отметки в 32 доллара за баррель. Ближе к полудню июльские фьючерсы на североморскую марку торговались по 31 доллару 91 центу. WTI также росла в цене. Ближайший контракт на американскую сырую нефть оценивался в 28 долларов 29 центов. Вчерашний рывок нефти, обусловленный в основном позитивным отчетом от Международного энергетического агентства, позволил трейдерам надеяться на возможный выход котировки эталонной марки из боковика. Почти две недели Brent торговала в диапазоне 29-32 доллара за баррель. Если покупателям удастся пройти зону сопротивления на 31,82-32,25, то можно будет ожидать технического роста до 35 долларов за баррель. Впрочем, сильно надеяться на дальнейший рост котировок все же не стоит. Принципиально ничего не изменилось. Профицит предложений на рынке энергоносителей все еще присутствует, несмотря на постепенное снижение добычи. Огромные запасы сырья, накопленные в апреле, пока лежат мертвым грузом. Так что любой негатив на рынке может вновь увести цены под отметку 30 долларов за баррель. Рубль накануне укрепился по отношению к доллару, но значительных изменений с технической точки зрения все равно не наблюдается. Пара USD-RUB по-прежнему находится в диапазоне 73-76. Впрочем, рынок продолжает ждать реализацию фигуры нисходящий треугольник. Если это произойдет, можно будет надеяться на среднесрочный рост рубля после пробоя отметки 73. Сегодня россиянин может попробовать укрепиться на позитивном внешнем фоне, но вряд ли это будет серьезным рывком. Поводов для ухода пары USD-RUB в район сильной поддержки 72.70 пока нет. Поэтому при приближении рубля к отметке 73 шорты лучше прикрывать и выбирать момент для покупки американской валюты. Локальной поддержкой для россиянина являются продажи валютой Центробанком и стартующий сегодня налоговый период. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!